Основная стойка, которая применяется в практической стрельбе из пистолета, это фронтальная стойка. Основное ее отличие это ее естественность для человека, высокая мобильность стрелка и достигаемая при этом высокой скорость переноса огня. Как выглядит фронтальная стойка? Ноги стрелка находятся на ширине плеч, коленочки чуть-чуть подсогнуты для того, чтобы компенсировать неровности почвы и стабилизировать тело стрелка. При передвижениях и при переносе огня. Таз чуть-чуть отодвинут назад, так как будто бы вы кого-то толкнули. Корпус тела чуть-чуть наклонен вперед. При таком положении стрелка достигается несколько факторов. Во-первых, его высокая мобильность, то есть центр тяжести стрелка чуть-чуть перенесен вперед, что позволяет ему достаточно интенсивно и быстро перемещаться вперед, влево, вправо или назад. При этом, при такой стойке, проекция общего центра тяжести стрелка чуть-чуть смещена вперед и находится в районе носков стрелка. Благодаря этому, при стрельбе из более мощных калибров оружия, достигается компенсация отдачи выстрела корпусом тела стрелка. При хвате, который в основном применяется в практической стрельбе, пистолет обхватывается вашей сильной рукой. Что такое сильная рука? Сильная рука это та рука, которая доминирует у вас. Если вы правша, вы обхватываете пистолет плотно правой рукой. При этом, ось пистолета, ось канала ствола должна служить продолжением кости предплечья. В этот промежуток, который образовывается на рукоятке пистолета, между основными пальцами и большим пальцем, вы накладываете левую руку, основание ладони левой руки, вашей слабой руки. Рука изгибается под углом приблизительно 45 градусов и накладывается основанием ладони на этот промежуток. При этом, большой палец левой руки кладется на затворную раму и смотрит на мишень параллельно оси канала ствола. Пальцы ладони слабой руки обхватывают пальцы сильной руки, сжимающей рукоят пистолета. И кладутся вот так. Основное внимание, на что здесь необходимо обратить, это то, что средний палец слабой руки кладется на промежуток между средним и безымянным пальцем сильной руки. То есть, это выглядит вот так. Это одна из контрольных точек этого хвата, которая будет показывать на то, что вы правильно технически взяли оружие. Далее, остальные пальцы кладутся свободно на пальцы сильной руки. При этом, указательный палец слабой руки должен касаться снизу предохранительной скобы спускового крючка пистолета. То есть, скоба должна лежать на указательном пальце слабой руки. Вот так это выглядит. Переходим к большим пальцам обеих рук. Как мы раньше указывали, большой палец слабой руки лежит на затворной раме вдоль оси канала ствола. При этом, большой палец сильной руки, правой в данном случае, кладется поверх большого пальца левой руки и чуть-чуть отводится в сторону. Зачем это делается? Это делается для того, что на пистолетах с флажковым предохранителем, в частности это Форд и пистолет Макарова, если палец будет находиться слишком близко, то, возможно, постановка оружия на предохранитель при выстреле, то есть при движении затвора. Особенно эта ошибка часто случается у начинающих стрелков при стрельбе из пистолета Макарова. Одно из основных контрольных точек этого хвата является то, что при технически правильном хвате большой палец слабой руки и указательный палец сильной руки, который отрабатывает спусковой крючок, находятся на одном уровне. Это является контрольно-проверочной точкой этого хвата, которая свидетельствует о том, что вы технически правильно сделали этот хват. При этом хвате есть один небольшой секрет, который, может быть, будет откровением для некоторых слушателей. Усилие этого хвата распределяется следующим образом. 60-70% усилия удержания оружия приходится на слабую руку, то есть в данном случае на левую. Получается, что оружие удерживает слабая рука. Не сильная, как, может быть, кажется на первый взгляд, а слабая рука. На сильную руку, в данном случае на правую, приходится всего лишь 30-40% удержания оружия. Это делается для того, чтобы снять напряжение сильной руки и тем самым достигнуть большую скорость отработки спускового крючка, то есть произведения выстрелов. Теперь, когда мы, в общем, изучили этот хват, я хотел бы рассказать, как он устроен немножко внутри. Значит, как мы уже раньше говорили, основание ладони слабой руки накладывается на пространство между пальцами и основанием большого пальца. Здесь находится еще одна контрольная точка этого хвата. Пальцы сильной руки, которые удерживают рукоять пистолета, упираются в основание ладони слабой руки. То есть это выглядит вот так. Тем самым достигается крепость этого хвата при стрельбе из разнообразного оружия. То есть независимо от его мощности, хват достаточно прочен и позволяет хорошо контролировать оружие и удерживать его. Одна из основных ошибок, которая свойственна начинающим стрелкам при изучении данного хвата, выглядит так. Стрелки накладывают указательный палец слабой руки на предохранительную скобу спускового крючка. Мы рекомендуем не делать этого. Почему? Потому что это может привести к появлению дополнительных ошибок при стрельбе. То есть на мишени ваши пробоины будут попадать не туда, куда вы бы хотели это. Почему? Потому что при таком хвате возможно перетягивание оружия влево при стрельбе. Что и собственно приведет к уходу ваших пробоин на мишени в левую сторону. Каково же само усилие удержания оружия стрелков? Оно контролируется так. Вы плотно вхватываете пистолет. Затем сжимаете пальцы слабой руки так, чтобы кончики пальцев у вас побелели. Затем чуть-чуть отпускаете их для того, чтобы восстановилось кровообращение. И это будет нормальным усилием удержания оружия. Обычно это как при достаточно плотном сильном рукопожатии. Как я уже сказал, кисти максимально напряжены, удерживающий пистолет. Предплечья чуть-чуть расслаблены, чуть-чуть расслаблены. Локти немножко разведены в стороны. И плечи расслаблены и опущены. При этом оружие выносится на уровень глаз. Следующим базовым элементом, который однозначно необходим для изучения начинающим стрелкам, является вынос оружия. Как осуществляется вынос оружия? В момент, когда вы приняли решение о стрельбе, вы изначально принимаете стрелковую стойку. Правая рука, сильная рука, идет к оружию, обхватывает рукоятку пистолета. Слабая рука, левая рука в данном случае, идет, выходит в район солнечного сплетения на уровень груди. Как осуществляется захват оружия при выносе? Захват оружия осуществляется тремя пальцами. При этом достигается надежность хвата. И если вы правильно изначально взяли оружие, то вам потом, в процессе выноса оружия, нет необходимости поправлять положение руки, удерживающей оружие. То есть вы собираетесь стрелять. Левую руку подводите на грудь. Правой обхватываете пистолет. Выносите оружие из кобуры. На уровне груди вы сцепляете руки в хват. И затем, по прямой, на кратчайшей траектории, выносите оружие на мишень. Основные ошибки, которые свойственны стрелкам при изучении выноса оружия, являются таковыми. Это вынос оружия горкой. То есть, когда стрелок от груди выносит оружие по дугообразной траектории. И вторая ошибка, которую следует избегать, это ошибка подводки оружия. То есть, когда стрелок также берет оружие в хват на уровне груди. И затем выносит оружие по направлению стволом чуть-чуть вниз, по направлению к мишеням. И подводит оружие под мишень. Почему следует избегать этих ошибок? Потому что, в общем, при выполнении упражнений по практической стрельбе, они приведут к тому, что вы будете тратить больше времени на вынос оружия и на произведение первого выстрела. Что в конечном итоге скажется отрицательно на вашем результате. Продолжение следует...